Лопарев обрадовался, на охоту так на охоту, давно из ружья не стрелял, забыл даже, чем пахнет пороховой дымок. Не доходя до становища Филарета, Лопарев обратил внимание, что вокруг маленной избы старца плотным кольцом расселись верижники. И утром он видел их на том же месте, некоторые из них с ружьями, в обласеницах, босоногие косматые, без шапок, молчаливые, как черные камни. Чего они тут собрались? Лорион тоже поглядел на верижников, хмыкнул в бороду и через некоторое время собрался с ответом. Поминать будут Елисея. Представился раб Божий. Ничего себе представился. На бородатом лице Лоривона ни единого движения мысли. Да и бывает ли отражение какой-либо мысли на таком вот тупом, как обух топора лице? Ефимии возле телеги не было, понятно, там, где Лоривон, не жди Ефимию. В прокоптелом котелке щи, на чугунной тарелке жареная рыба, полкоровая хлеба, на белом рушнике, возле пепелища, бахилища, на мягкой подошве, портянке, суконная однорядка, войлочный котелок, заменяющий шляпу. Может, поужинаете, коль на обед не поспели. А у юзковых там-ка жратва от пуза. С портянками обувку носили, праведник. Не носил, но сумею обуться. И то, задрав бороду, крикнул, Лука! Лука! Ну, да я сам управлюсь. Снаряжайтесь, праведник. И охота будет не в радость с таким космачом, ни поговорить, ни подумать. Вот если бы позвать прийти к космику. Ужинать не стало. Булл садился и вышел на берег Ишима. Вспомнилась Нева, грозный шпиль Петропавловского собора, Медный всадник, Зимний дворец, Мореходное училище, Академия, Невский проспект, Фонтанка с домом Муравьевых под номером 25, где так часто бывал Лопарев. Как давно все это виделось, будто сто лет назад. Над Ишимом плыли реденькие рваные тучки. Только что зашло солнце, и алая зорница прыснула у горизонта. Сготовились барин. Лопарев принял от Лоревона кремневое ружье, кожаную сумку с порохом, и только сейчас обратил внимание на двух бородачей и на молодого парня, Луку, сына Лоревона. Пошли прибрежной тропкой, протоптанной коровами вниз по течению Ишима. Миновали пригоны для скота, несколько стогов сена, часовинку, похожую на колодезный сруб, потом свернули в степь на восход солнца. И все молча, молча, будто шли глухонемые. Лопарев поравнялся с двумя бородачами, спросил, много ли волков в степи, но бородачи почему-то отвернулись. Чего замешкались? — зыкнул Лоревон. — Ничего не поделаешь, надо идти с такими, не разговоришься. Степь куталась в черное покрывало, горизонты придвинулись, трава почернела и мягко пощелкивала. Так прошли версты три от становища общины. Лоревон остановился, подошел к Лопареву, эко с пачпортом древним объявился, а ружье взял. Лопарев не сразу сообразил, к чему клонит Лоревон. — С чем же идти на волков? — Сказывай, барин, фыркнул Лоревон. — Ежели пустынник объявился под пачпортом, он идет по земле со словом Божьим, а не с ружьем. — А ли ты верижник? — Я не верижник. Лопарев насторожился, тут что-то неладно. — Давай ружье-то, праведник. И без лишних слов Лоревон отобрал у Лопарева ружье и сумку с провиантом. Двое бородачей и без зуба Лука, парень, бревном не ушибить, подошли к Лопареву плечом к плечу. — Я могу не идти на охоту, — догадался он, что попал в ловушку. — Ничего, — осклабился гигант Лоревон. — Пойдешь, барин, а ну вяжите. И тут же Лопарева схватили за руки, за плечи, за шиворот. Чтобы вершить свою волю, держать в тайном трепете и страхе общину, Филарет приблизил к себе неудержимых фанатиков-пустынников, готовых пойти в огонь по его первому слову. Будучи духовником церковного собора, Филарет ведал подвалами Выговского монастыря, где вел тайные допросы еретиков, и перед именем Филарета даже келарь собора испытывал смертельную оторопь. Старец не знал жалости к еретикам, как не чувствовал боли и мучений, подвергаемых пыткам и казням. Когда Филипп строжайший откололся от Филаретовой общины, Филарет созвал всех верижников поморья, чтобы огнем пожечь отступников, но те сами себя сожгли в 83-х срубах числом в 1240 душ. И сам Филипп принял смерть. Тогда Филарет обратил гнев на милость, и отпели чин-чином принявших смерть огнем. Из всех святых мучеников Филарет почитал только протопопа Аввакума, неукротимого, бесстрашного, которого не уломали ни пытки цепями, ни битье батагами, ни сибирские морозы на ангаре, и даже смерть жены и младших детей. Сгорел в срубе с дьячком Федькой, а веры не отринул. Так же, как святой Аввакум, я буду держать свою крепость, поклялся перед древними иконами Филарет и ни разу не отступил от своей клятвы. И все-таки крепость рушилась даже в такой малой общине, какую увел Филарет из поморья в Сибирь. На Волге сожгли деву-еретичку, у города Перми сожгли двух мужиков за тайное общение со щепотниками, на Кане сожгли семью в четыре души, проклинали Филарета, а это все равно, что проклинать самого Иисуса. И вот опять Филарет проведал про тайную смуту Юсковского становища. Нет такого почтения, как должно, будто сама Сибирь ударила в ноздри вольной волюшкой. Чего доброго, начнется разброд, и у Филарета отберут посох и крест золотой. Если Филарет говорил «отдамте посох и крест золотой», неискушенный так и понимал «отдаст, старик». В эту же ловушку угодил Елисей. Еще в Перми Филарет пообещал Елисею посох и крест, и Елисей сперва возрадовался, вот и сдох на кресте. На посох и крест золотой позарился Лопарев. «Погоди уже, возрадуешься, барин». Если бы знал Лопарев, какие молитвы шептала Ефимия в тот момент, когда Ларивон окликнул его. «Сготовились, барин?» «Близится мой тягчайший час испытания», — молилась Ефимия, связанная по рукам и ногам с кляпом во рту, прикрученная веревками к костылям в битом стену. «Помоги ему, Богородица Пречистая, спаси его, ибо люди темные, пребывающие в забвении, поправшие Бога и сатану, могут совершить свой суд, не ведая, что сквернили само небо. «Спаси ему жизнь, Богородица, ни о чем более не молю тебя, пусть я сгину и пусть пепел мой развеют по ветру, но спаси жизнь кандальнику рабу Божьему Александру». Ефимия не признавала никаких святых, кроме Богородицы, и попрала бы самого Иисуса Христа за скверну, какую творят пустынники Филарета, прикрываясь его именем, но Богородицу, в муках родившую сына человеческого, попрать не могла. Знала Ефимия про коварные повадки Филарета, знала, если старец говорит умильно, ласково и прослезится даже, то нельзя ему верить, он с такой же легкостью погубить может. Но вот такого екидства и лукавства, какое учинил Филарет вечером накануне молитвенного шествия к роще, такого коварства даже и она не предвидела. В прошлый вечер Филарет позвал Ефимию в свою моленную избу, где расселись по лавкам шестеро тайных апостолов-пустынников, Калистрат, Павел, Пречистый Тимофей, Благостный Иона, Ксенофонт и бесноватый и непорочный Андрей. Ефимия не смела прямо зрить старцев и тем паче стоять перед ними на ногах, потому и опустилась на колени, потупя голову. Филарет ласково спросил, сготовилась ли ты черь навстречу праведнику? Ефимия низко поклонилась, сготовилась батюшка. Знаешь ли ты, что праведника Господь послал со своим знаменем, с кобылой и жеребенком? Слышала батюшка. Рада ли знаменю Господню? Рада батюшка. Отчистого ли сердца пойдешь встречать праведника? Отчистого сердца батюшка. Хвально, хвально. И с тем же умилением, обращаясь к своим апостолам, Филарет спросил, от сердца ли говорится и от черь, пребывающая в храме Господнем? Скажи, смиренный апостол Павел. Смиренный Павел, лобастый лысый старик лет шестидесяти, свирепый, женоненавистник, сухой и длинный, как жерть, поднялся, с судной лавки вышел на середину избушки, отвесил поклон духовнику, а тогда уже ткнул ладонью в сторону Ефимии. Нечистый дух глаголит ее устами, святой духовник, отец наш вечный и нетленный батюшка Филарет. Таков был торжественный титул старца. Филарет воздел руки к бревенчному, накатному потолку, возопил. «Избави, спаситель, от нечистого духа, вразуми, мятварь неразумную слабую, в доброте пребывающую и в благости к рабам Божьим, вразуми, Господи, пресвятых апостолов», глаголь праведный апостол Андрей. Павел сел на лавку, Андрей поднялся. Худенький, весь сокшийся, смахивающий на гнутое коромысло, упал на колени и затрясся, как припадочный. «Зрю я, отец наш духовный, сирич спаситель наш сладчайший, и сирич раб Божий и нетленный батюшка наш Филарет. Зрю я, червь земной, пребывающий в Боге, и Бог, пребывающий во мне, зрю я, старец наш благостный и умиленный, в избе твоей во Божьем чертоге, предцветыми образами стоит на коленях поганая блудница, сирич ведьма и нечистивка, сирич ехидна, какая умыслила ввергнуть нас всех в гиену огненную, в смолу кипучую, через юсковых, еретиков поганых, погибель будет погибель!» У Ефимии дух занялся, и ноги налились холодом, как чужие стали. Она не верила собственным ушам, что все это слышит наяву, а не во сне. Это же судный спрос, судный спрос. Апостолы затянули псалом во спасение души нетленного Филарета. Сам Филарет молитвенно сложил руки на золотом кресте, как бы говоря, «Я вечный и нетленный, а вы, апостолы, пойте мне аллилую, услаждайте душу мою райским песнопением». Пуще жизни старец Филарет возлюбил земное почитание, чтобы хвалили его рабы Божьи и приближенные апостолы, как самого спасителя, и чтобы на тайном судном спросе апостолы видели в нем не духовника, а Иисуса Христа. Редко кто оставался в живых после судного спроса. И Акулина с младенцем побывала на тайном спросе, и апостол Елисей, и семья Кондратия Хулителя. Также вот учинили тайный спрос, а потом сожгли в лесной глухомане, наками, завалив мужа с женою и двумя отроками-сыновьями, пихтовым сухостойником, так что и кости сгорели. И вот Ефимия. Выслушав апостол Андрея, старец обратился к калистрату. «Ума у тебя много, калистратушка, глаголь». Калистрат, мужик лет пятидесяти пяти, сытый, размашистый в плечах, с горбатым носом, как у турка, черноглазый, когда-то попранный из Петербургской Духовной Академии за святотатство и непочтение божьего помазанника Александра, как-то странно через плечо глянул на Ефимию, ответил. «Братья, воспоем аллилую отцу нашему духовному, сиречь самому спасителю премудрому, приблагостному батюшке Филарету». «Аллилуйя, аллилуйя», — гаркнули в пять глотов. «У одного из апостолов Ионы, Глухого, дважды урезали язык в Соловецком монастыре, откуда он бежал потом в поморье. Иона не пел и ничего не слышал, только долбил лоб двуперстием. Калистрат сел на лавку, так ничего и не сказав про Ефимию. «Благостно, благостно, калистратушка», — похвалил Филарет и впился в пунцовое лицо апостола. «Скоро, может, отдам тебе пастырский посох и крест золотой. Возрадуемся, братья, аллилуйя, аллилуйя», — возрадовались апостолы, кроме самого калистрата. «Понятно, старец пообещал посох и крест золотой, не заживешься на белом свете. Готовься, аминь отдать. Из двенадцати апостолов, какие были возле старца, в поморье семь годов назад, в живых осталось шестеро, и только один умер своей смертью. Когда шла тайная вечеря, Елисей Пятый и сутки висел на кресте. Калистрат вспотел в своей толстой грубой власенице из конского волоса и верблюжьей шерсти, и не слышал, как Филарет дважды спросил у него, что же он скажет про Ефимию, опять вышел на середину избы и поклонился в пояс. «Хвально ли мне, отец наш духовный, да прежь слова твоего и братьев моих глагол держать? Как же я буду крест золотой носить, если нет у меня ушей, яко слышащих, и в разумение Господня, чтоб суд верши?» Филарет мотнул головой, как рассерженный бык, и не сразу нашелся, что ответить калистрату. «Так же, так же!» — пробормотал сквозь зубы Филарет, и шея его налилась кровью. Разорвал бы он калистрата за паучение перед апостолами, но надо стерпеть. «Настанет час и для калистрата. Говори, причистый Тимофей, уста твои богоугодные и дух нетленный в теле твоем». Ровесник Филарета, 75-летний Тимофей, во власенице и в пасконных штанах босой бухнулся на колени и возопился сатанелостью. «Ехидну зрю! Ехидну! О ста главах, о четырех хвостах, о миллионе ядовитых жал! Погибель будет погибель!» и затрясся, отползая к лавке. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа затянул Филарет и, обращаясь к апостолу Ксенофонту, поклонился ему. «Уста твои, возлюбленный мой Ксенофонт, разумение Господнего, посвяти крест мой праведник! Ксенофонт облабызал крест и, ткнув двуперстием в сторону Ефимии, прорычал. «Ехидна! Ехидна! Сука четырехногая! Какую подослал в общину сатано! Погибель будет юзкова змиища в храме Господнем, батюшка мой святейший, сиятельнейший, благодарованной во спасенье душ наших, червев земных! Судный спрос вершить надо, батюшка Филарет!» Благостно, благостно еще раз поклонился Ксенофонту Филарет и подозвал знаком руки без языкова и глухого Иону. Тот подполз к столу на коленях, Филарет ткнул рукой на Ефимию, потом приложил колбу два пальца, потом руки скрестил на груди, что означало, если Иона признает Ефимию еретичкой, должен приставить колбу два пальца, если праведницей показать крест. Ион и забулькал что-то обрезком языка и показал два пальца, да еще пошевелил ими еретичка. Ефимия свалилась с коленей. Филарет вышел из-за стола и, не обращая внимания на Ефимию, повернулся к иконам, затянул псалом, а вместе с ним и апостолы. «Свершим волю твою, Господи! Вяжите ведьму, вяжите, веревки на крюке висят!» Ефимия схватила Филарета за ноги. «Батюшка, помилосердствуй! Сын у меня от сына твоего макея! Батюшка!» Филарет пнул Ефимию. «Ведьма!» Апостолы схватили Ефимию и, толкая друг друга, повалили лицом в земляной пол, заломили руки и начали вязать. Калистрат поднялся и опять сел на лавку. «Батюшка!» «Кляп в рот забейте!» Филарет еще раз пнул Ефимию, свирепо кося глазом на калистрата. Теперь это был не тот немощный старец, каким он любил показываться на людях и открытых молениях, анеистовый, свирепый старик с раздувающимися ноздрями тонкого, чуть горбатищегося носа, твердо примящий спину и неумолимый, как железо. Ефимию заткнули тряпкой рот и поволокли к стене. Филарет поторапливал. «Пора идти на общинное моление навстречу праведнику кроще. Крепше вяжите и на костыли, чтоб не сползла, как тогда Акулина-блудница». Апостолы добросовестно исполнили волю духовника. Заведено было так. Тайные апостолы избирались раз в пять лет на Большом Благовещенском молении. Такой порядок существовал в Поморье, где у Филарета было пустынников более двух тысяч душ, до того, как откололся от общины Филипп Строжайший. В Поморье пустынники жили в лесах, охотничали, странствовали по всей Руси от Волги до Днепра и раз в пять лет стекались на Большую службу Благовещения. А потом беда пришла. Церковный собор объявил еретиками пустынников с ружьями и запретил сборище на реке Сосновки, где проживали Филарет с Филиппом. Мало того, Филипп с Филаретом растолкнулся, и пустынники не знали, куда им кинуться. Филипп возопил, «Если пойдете со мной в огонь, спасены будете. Более тысячи пустынников сожгли себя». Апостола Митрофана в Поморье удушили. Апостол Елисей на кресте висит. Шестеро под рукой Филарета, считая Калистрата. «Но и Калистрат, конечно, не заживется. Погоди уже, Боров упитанный, возопишь кобелина». Из всех пустынников, в том числе и апостолов, только у девятерых были страннические пачпорта. И те, не древние соловецкие, а поморские, Филиппом писанные и печатью Филаретова посоха припечатанные. И вдруг барин Лопарев объявился с древним пачпортом. Пустынники и сам старец до того рабели, что не знали, петь ли им Аллилую или Анафему. Но Анафеме предать пустынника с пачпортом попрать неписанный устав старой веры, почитаемый с 1666 года. Ничего не поделаешь, пришлось провозгласить чудо, да еще совершить всеношное моление. И вдруг нежданно у креста Елисея новоявленный пустынник осенил себя кукишем. Откуда же у него пачпорт взялся? И кто он сам? Беглый или каторжник, или оборотень, нечистый дух? И тут Филарет ахнул. Барин получил пачпорт от Ефимии, не иначе. Но где же взяла Ефимия? Конечно, у дяди Третьяка. Умыслили еретяки пустить змея ко мне под подушку, так же, чтобы разброд начался у пустынников, а потом и веру порушить. Ох, собаки грязные! Да коли терпеть их? И все это не без помощи ведьмы Ефимии. Хорошо еще, что успел повязать ее. На судном спросе она все скажет. И там юзково становища в пепел обратить, рухлядь забрать от Ретьяка и старца Данилу на костылях пытать. Хвально будет так-то, хвально. И крепость каменной будет навеки вечные. Лопарева отправили будто бы на охоту под надежной охраной во главе с Ларивоном и апостолом Павлом в степь, чтобы там учинить ему судный спрос. Вокруг избы духовника дежурили верижники с ружьями и рогатинами, чтобы никто за триста сажений не приблизился к избе. Как только стемнело, апостолы обошли все землянки и избушки, оповещая, что святой духовник Филарет наказал старым и малым на восходе солнца сотворить большую молитву во здравие ходоков, уехавших на Енисей. И чтобы никто из парней и белиц не шалялся по общине, ботагами бить будут. У юзковых наказ Филарета вызвал переполон. Неспроста гонят людей спать, чтобы никто не выходил из изб и землянок. И верижники караулят из будуховника. Что же там происходит? Не иначе тайный судный спрос. Третьяк догадался. Чует душа, Ефимию будут пытать. Старик Данила предупредил, если порушат благостную, то и всем юзковым не сдобровать. Филарет науськает, обжорку не отобьешься. Обжорка юзковы навеличивали верижников, особенно филаретовых апостолов. Никто из них не работает, а жрать за уши не оттянешь. Только и знают вершить судные спросы, долбить лбы на всеночных молитвах, а потом спать и жрать от пуза. Но где же взять силу, чтобы обезоружить верижников? Полсотни мужиков набрать можно, какие осмелятся взяться за рогатины и отринуть филаретову крепость. Все остальные в огонь пойдут за филаретом. Юзковы зашевелились, и сон пропал. Собрались в избе Данилы, толковали так и эдак, а ничего не могли придумать. Пойти самим с ружьями к избе филарета не перебьешь всех, да и Ефимию не вызвалишь из когтей коршуна. Данила засуетился, то сядет, то встанет, то в оконце выглянет. Беда, беда, мужики, филаретушка лазутчика подсылал, а мы-то, господи, прости, языки распустили, особливо-то и Третьяк. Третьяк ухватился за бороду. Какого лазутчика? Данила ехидно проверещал. А барин-то? Пустынник-то? Так барин же каторжный. Хе-хе, барин, а ведаешь ли, откель у него пачпорт пустынника? И тут Третьяк признался. Тот пачпорт Ефимия дала, у меня хоронила, о как. И в роще у него была, и сговор поимела. Токма, не шкни, оборони бог. Данила от такой неожиданности чуть не упал. Да как же, а? Пачпорт твой стал быть? Третьяк пояснил, что пачпорт Ефимия получила, а там в роще Лексинского, передала ему на сохранение, и вот отдала Лопареву. Господи, прости. Тогда сила на нашей стороне, обрадовался Данила. И калистратушка не отторгнет нас, и Лопарев. Общников подбить еще, и Филаретушку свалить можно. Микула слушал разговор Третьяка с Данилой, сопел в бороду, а тут не выдержал. Эх, каумыслили. На месте Филарета пять Филаретов будет, али пятьдесят. Сколь вережников-то? Калистратушка. От такого апостола упаси бог. От одного взгляда Ларивона или Макея у калистрата в штанах мокро. И барин тоже. Один глаз в Рязань, другой в Казань. Не примет он ни веры нашей, ни крепости. Чуждый, чуждый, поддакнул Данила. А вережник Лука напомнил Третьяк. И в самом деле есть еще, кроме апостола Калистрата, вережник Лука, тайно проживающий со вдовой Пелагеей. Лука терпеть не может старца Филарета. Данила пожурил. От Луки ни потрохов, ни муки. Солома одна. Притихли, задумались. В избе стало темно, но огня не зажигали. По очереди глядели в оконце. Послали Семена Лазутчиком к избе Филаретовой, и тот вернулся, вскоре сообщил. Ефимию пытают. Голос слышал. Они мели. К избе не мог подползти, вережники залегли. Ноги в ноги, голова в голову, и все с ружьями и с рогатинами. Третьяк схватился за бороду. Знать, жди, нагрянут. На сонных взяло борзо. Огнем пожгут собаки. Данила схватил подушку и закрыл единственные оконца. Третьяк засветил сальник. Семена послали за своими мужиками. Да гляди, чтоб тихо было. Ладно, и Семен ушел. Беда, беда, стонал Данила. Надо бы послать человека в город. Власти призвать на помощь. Казаков или жандармов. Открыть про убийства, какие учинили вережники. Спасение будет. Каторга будет, батюшка Данила. Прогудел Микула. Всем каторга. Филарет никого не помилует. И мне будет виселица. Вздохнул Третьяк. Куда денешься, сами беглые каторжники. А Третьяк приговорен к смертной казни через повешение еще в 1813 году. Костыли в стене железные. Веревки пеньковые не порвешь. И кляп рушником притянут. Сутки кляп во рту. Веревки впились в руки и ноги. И в грудь. Пятеро апостолов. Калистрат, Андрей, Тимофей, Ксенофон, Тиона расселись на судной лавке. Прямо перед ними Ефимия. Филарет сидел в переднем углу за столом под иконами. В торжественном облачении. На голове поморский колпак духовника с восьмиконечным крестом и пурпурным верхом. На рубахе золотой крест на цепи. В руке посох. Через левое плечо перекинута широкая лента, шитая золотом с пурпурными крестами. В таком облачении обычно Филарет спускался в подвалы Выговского монастыря пытать ведьм и еретиков. Кроме калистрата, все апостолы носили в лосинице и вериги. Но в избу вошли без вериг, так положено. Обитель духовника, что рай небесный. Можно ли в рай тащить вериги, ружья, гири, рогатин и железяки? Как всегда, в подобных случаях, изнутри дверь закрыли на деревянную перекладину в железных скобах. Ломись пятером, не согнется, а два маленьких оконца закрыли досками, укрепив перекладиной в скобах. Воняло лампадным маслом чадом свечей. У старинных икон горело двенадцать толстых свеч, по числу апостолов Иисуса Христа, именем которого вершился судный спрос и казнь. Кроме стола с глиняными кружками, да еще двух лавок возле стен, дощатые лежанки с волосяным матрасом и волосяной подушкой, накрытых дерюгой в избе старца ничего не было. Вся рухлядь хранилась в двух избушках сыновей. Чуть поодаль от двери и от стены чернела железная печка с прямой, как оглобля трубой, выведенной на крышу. Возле печки лежали березовые дрова, щепки и железная клюшка. Помолились, пропели псалом во славу Иисуса и спили из кружек святой водицы, окропленной Филаретом, и тогда уже обратили взор на еретичку. «О, как стрижет глазищами-то ведьма!» начал тщедушный и жалчный апостол Андрей. Филарет повелел вынуть кляп изо рта еретички. Андрей тут же исполнил. Ефимия не могла сразу закрыть рот, до того растянулись скулы и отерпли за сутки. Филарет выждал не первый судный спрос, когда Ефимия наберет воздух ртом. «Глаголь ведьма перед святыми угодниками, перед образом спасителя, сущую правду» начал Филарет. «Ежели будешь таить правду, язык вытянем щипцами, и тело твое поганое жечь будем. Аминь!» Лицо Ефимии за сутки до того побледнело и обескровило, что выделялось белым пятном на фоне прокоптелых круглых бревен. «Помоги ему, Богородица!» Пречистая тайна молилась Ефимия во спасение Лопарева. Про себя не думала, смерть сидела перед глазами. Шестиглавая, двенадцатиглазая, пятиязыковая, неотвратимая, как рог, знала, что с такого тайного спроса не уходят в жизнь только на смерть. Молила Богородицу за малого сына, за Лопарева, возлюбленного, какого Бог послал на один час жизни. Двадцать пять лет прожила на белом свете, и только один час радость любви пережила. Немного же дано Богом человеку. «Сказывай причистым апостолам, какие вершат Господний спрос и суд, какой тайный сговор, умыслили еретики Юсковы, Данила, Третьяк, Микула, Михайла и все их становище, сказывай!» «Если бы могла, Ефимия плюнула бы в лицо Филарету». Сказывай, рыкнул Филарет и стукнул кулаком по столу. Али запамятовал еретичка, как совратила святого Амбросия Лексинского. Забыла, как околдовала сына моего Макея. Еретичка! Еретичка, еретичка! Гавкнули апостолы, кроме калистрата и ионы. Дайте воды, батюшка, и голос Ефимии потух, гортань пересохла. «Нету тут ведьмы-еретика, который дал бы тебе воды испить. Барин твой, щепотник поганый, шесть днев шлялся без воды по степи, а не сдох». У Ефимии ёкнуло сердце. Лопарева, возлюбленного, пытать будут. «Праведник Андрей, растопи печку для накала клюшки». Андрей кинулся к печке. Дрова уже наложены в печку. Только серянку поднеси и засунь клюшку. Что и сделал праведник. Ефимия тяжко вздохнула. Пытать будут. Только бы не кричать, не смочить щек паскудными слезами, а все претерпеть без стона и не порадовать мучителей воплем. «Сказывай, еретичка!» рыкнул старец и подстегнул своих апостолов свирепым взглядом. «Молчать собралась, что ли?» Тимофей, Ксенофон, и Андрей накинулись на Ефимию, как голодные псы на теплые кости. «Ведьма, ехидна стоглавая, сказывай!» «Не зрит небо юзковым огнем пламенем пожгем!» «Пожгем, пожгем!» «Совратительница, твая ползучая, сказывай!» «Блудница, сирич ведьма и нечестивка!» «Ехидна и змея, стожалая, сказывай!» и трясся бесноватый Андрей. Святой Филарет узрил промах. «Кара нам, кара!» крикнул он. «Как вы, праведники, не узрили у бруса на ведьме!» «Как правоберка стоит, глика!» «Альзатмение навела на вас!» Андрей испуганно попятился. «Свят, свят, спаси мя, владыка небесный, свят, свят!» Платок с Ефимией кинул на пол и давай топтать. «За волосы ее, за волосы поторкайте!» подсказал Филарет и сам вылез из красного угла, взял свой посох из кипариса с золотым набалдашником и со стрием, окованным железом, прямя спину, любовался, как ксенофон Тимофей и Андрей вцепились в волосы Ефимии, готовые оторвать голову. «Так же, так же, благостно, благостно!» радовался Филарет, и в глазах его просветленных играло умиление и блаженство, еретичку изничтожают. «Но нельзя же, чтобы судный спрос закончился в самом начале, не усладив сердце. Надо пытку растянуть на всю ночь, а под утро, как надумал старец, прикончить ведьму, привязать к ногам ее по большому камню, вывести на лодке на середину Ишима, вниз по течению от становища верст Насим, и там утопить. И Господня благодать будет для всех, и радость великая!» «Чурку дайте мне сесть!» приказал старец. Апостолы оставили Ефимию и выкатили из-под лежанки березовую чурку. Старец торжественно сел, поправил на голове колпак и легонько ткнул острием посоха Ефимию в живот. «Не втягивай пузо, ехидно! Аль смерти испужалась!» Ефимия облизнула пересохшие губы. «Сразу бы убили батюшка! В сердце, в сердце ударьте посохом! Погоди, и шо? Смерть твоя долгая! Всеношная, аль треношная, как Господь повелит! Ежели скажешь, какую ересь умыслили юсковы, и дядя твой трепьяк, и смерти не будет, помилую тебя, и и пятимью наложу малую на месяц, не более. Потом благословлю, и женой будешь, Макея!» Ефимия вздрогнула. Растрепанные волосы закрывали ей щеки и плечи. На лбу выступил пот, нарадовалась, первую пытку перенесла без вопля. «Лучше смерть, а женой Макея мучить или не буду?» Филарет вытрачил глаза, еле промигался. «Не хочешь быть женой Макея?» «Не хочу». «Эхо!» Филарет перекрестился, обрадовался и, обращаясь к апостолам, сказал, чтобы они и не забыли, Ефимия отреклась от Макея по своей воле без пытки. «Благостно, благостно!» И, помолчав, старец спросил. «А ли те барин?» Приглянулся. Ефимия не сразу ответила. «Сказывай!» «Макей не муж мне, сами знаете. Не по моей воле взял меня, не по моей воле держал меня. Так же!» В Писании сказано, Господь создал Еву из ребра Адамова, и она стала его женой. Так и всякая жена из ребра мужа своего. «Разве из Макеева ребра Господь создал меня?» Филарет подпрыгнул на чурки. «Еретичка, ты что умыслила? Чтобы из Макеева ребра такая блудница вышла? Еретичка!» И ткнул Ефимию посохом в плечо. Ефимия ойкнула, закусила губу. На кофте появилась кровь. «Зрите, зрите, апостолы! Кровь-то у ведьмы черная!» На холостяной коричневой кофте да при свете свечей увидеть красную кровь было бы мудрено, но апостолы обрадовались. «У ведьмы черная кровь! Суд праведный!» «Сорвите с ведьмы хламье, чтоб поганое тело на суд вышло!» Расторопный ксенофон с бесноватым Андреем и безязыким глухим Ионой накинулись, как черные коршуны, на Ефимию и рвали одежду руками. Так же, так же умилялся Филарет, стукая в земляной пол посохом. Наконец сорвана исподняя рубашка, и Ефимия предстала на Гая. Веревки впились в ее тело, но она не чувствовала боли. «Не стыдно вам, старцы!» Глаза Ефимия округлились и дико уставились в лицо Филарета, наливаясь смертельной ненавистью. «Вы неправедники! А собаки нечистые! Собаки! Собаки грязные, кровожадные!» Ефимия плюнула Филарету в лицо. Тот подпрыгнул и ударил посохом, но промахнулся. Железный наконечник посоха увяз в бревне возле шеи Ефимии. Чуть-чуть и Ефимия отмучилась бы. «Кляп, кляп, заткните!» Рыкнул Филарет, вытаскивая посох. Апостолы подхватили с полурванье, и как Ефимия не увертывалась, выкрикивая, что Филарет — сатана, искуситель, дьявол нечистый, заткнули рот. По телу Ефимии от плеча текла кровь. Опьяненный зрелищем пытки, Филарет не обратил внимания на апостола Калистрата, которому вчера пообещал посох и крест золотой. Калистрат ни единым словом не очернил Ефимию. Ни вчера, ни сегодня. Похожий на патриарха Никона, с черной окладистой бородой впросить, лобастой, вкусившей сладость престольных угощений, в академии одетой во власеницы из верблюжьего волоса, с кожаным поясом на чреслах, он лихорадошно думал, как бы ему самому избавиться от казни и пытки, и в то же время завладеть посохом и золотым четырехфунтовым крестом Филарета. Без креста и посоха ни жить ему убьют. По первому знаку статца каюк. Бежать разве, если бы он знал, что угодит в ловушку? Грешин подбивал пустынников тайно, сговаривался с юсковыми. И вот кто-то предал. Кто же? Не юсковы же. Лука разве? Вережник паскудный. Не должно. Кто же? Погибель будет мне, погибель, стонал Калистрат, глядя на Ефимию. Так же пытать будут, сатано. Елисею выжгли дырку до рёбер, и он на кресте муки принял, а меня должно щипцами терзать будут, и на общину выставил. И за академию пытать будут, и за щепоть, какой тогда молился, и за сговор с юсковыми. Да, Филарет кое-что проведал про сговор Калистрата с юсковыми, но не от вережников, а от сына Ларивонова Безусова Луки, которого тайно засылал лазутчикам к юсковым. Внук Лука трижды подглядел, как под прикрытием дождя и грозы крался к юсковым Калистрат, и ещё кто-то с ним, и прятались в избе Третьяка. Туда же наведывалась Ефимия. Однажды Лука усмотрел, как в избе у Третьяка собрались трое вережников — Калистрат с ними и Ефимия. Сговор вёлся среди ночи в тёмной избе. Лука узнал по голосам четырёх — Ефимию, Третьяка, Калистрата и Микулу. Говорили, как бы спихнуть Филарета, отобрать посох и отпустить подпруги, чтобы не задыхался народ под игом Филаретом Учителя. Внук Лука не свидетель, борода не выросла. Его нельзя выставить перед общиной и свершить потом казнь еретиков юскову. Где же взять свидетеля? Ефимию пытать надо. Баба не выдержит, признается, назовёт в первую очередь Калистрата, и тогда каюк еретикам. Филарет давно косился на Калистрата, хоть тот и хорошо читал Писание, и голос у него, как у соборного протодиакона, и статность внушительна, и умом Бог не обидел. И в то же время именно за эти достоинства Филарет терпеть не мог Калистрата. И вдруг открылось, что Калистрат в тайном сговоре с юсковыми. Елисей дурак был, чурошник, надоел всем своими знаменями и бесноватостью, общину чуть не распугал. И так более двухсот общников убежали от Филарета на Волге. Дай волю, все разбегутся, кроме каторжных. С кем тогда крепость держать? Вот и убрал дурака. Калистрат еретик умнющий, такого пытать надо сто раз смертью и жизнью, чтоб обмирал и оживал. Погибель будет, таращил глаза на Ефимию Калистрат, вытирая рукавом рубахи пот с лица, кабы юсковых призвать, да силы мало у ней. Не до Ефимии Калистрату. Глядит на казнь, как самого себя видит. Хватит ли у него натуры, как вот у Ефимии, чтоб и вопли еще не исторгло. Лопареву завернули руки за спину и стянули веревками, а потом опеленали тело до пояса. И все это молча, без единого слова. Апостол Павел поторапливал, вяжите, вяжите. Хорошо ли скрутили барина? Скрутили. Поднялся Ларивон. Пусть сатана призовет, чтоб развязал нашу повязку. Благостно. Лопарев онемел от неожиданного наскока бородачей. С чего такая напасть? Ведь только утром старец Филарет разговаривал с ним и клялся, что возлюбил его, яко сына родного. Вспомнил о пачпорте пустынника. Не выручит ли? Вы что делаете, рабы божьи? Как вы удумали связать пустынника с пачпортом? Или не были на всеношном моленье? Го-го-го, заржал гигант Ларивон. Вот баит, вот баит, и ты ж пустынником заделался. Ты еще скажешь нам, барин, щепотник поганый, от кель получил пачпорт праведника. Сказывай. С березы снял, с березы. Апостол Павел лукнул Лопарева в лицо, аж в глазах потемнело. Угодил в губы макроступом. Лопарев задохнулся от злобы. Грязным макроступом, да в лицо. Такого с ним не вытворяли и в каземате Петропавловской крепости. Попытался вскочить, но двое навалились на него, да еще Ларивон помог и давай садить барину. Били-били, да приговаривали за барскую кровь твою, за оман, за оман. Пачи того, за пачпорт, за пачпорт, так же, так же. О, дьяволы-космачи, чтоб вам сдохнуть, сволочи, сивобороды, крикнул Лопарев. А праведники бородатые избивали до тех пор, пока у барина не помустился в голове весь свет, черное слилось с белым, и образовалась оранжевая, огненная, кровь тепла из губ, из носа, подбитый глаз затек, и в ребрах будто что-то хрустнуло. Праведники присели передохнуть. Лопарев долго лежал на спине, еле переводил дух. Небо кружилось над ним, как шатер над каруселью, в голове гудело. Потом он повернулся и опять увидел небо у горизонта. Плыли тучи рваные, черные, как серые овчины. Ленивые, бесформенные, как вот эти бородатые праведники. Собаки, за что вы меня, а? Апостол Павел лениво предупредил. Молчай, щепотник, и шо не то будет во славу Господа Бога нашего. Аминь. У Лопарева закипели слезы. Чик не разревелся, пересиливая боль в ребрах и в паху, еще раз спросил. За что вы меня? За что? Я же, я же в кандалах приполз, под знаменем. — Молчай, пес грязный! — хнул мокроступом Ларион. Метил в губы, а угадал в лоб. — Будет тебе и шо знамение, погоди маленько. Совращать праведников объявился юда окаянный. Под Поповскую церковь подвезти хотел кровопивец. — Я ничью кровь не пил, космач собака. И еще пинок. Лопарев успел отвести голову. Ларион лениво подполз к барину и давай пинать его куда попало. Напинался, предупредил. — Погоди, щепотник, мы еще ребра ломать будем. Благостно будет, то благостно. Хрустеть будут. — Ты нам, признаешься, как совратить задумал всю общину с Юсковыми и с ведьмой Ефимии. На посох духовника глаз разинул, тать болотная. Чего умыслил? Посохом завладеть. — Не нужен мне посох, не нужен. Зачем тогда пачпорт пустынника принял от ведьмы, сказывай? — Так вот, в чем дело. За Ефимией, наверное, следили. Кто-то подглядел, как она повесила на березе в травнице тот паршивый пачпорт. Что ж сейчас с Ефимией, где она? Пусть они сожрут этот проклятый пачпорт! — кипел Лопарев, задыхаясь от злобы и бессилия. — Возьмите свой пачпорт, и я уйду от вас! Не имейте права держать меня, слышите? Я государственный преступник, слышите? Не праведник, не пустынник, а государственный преступник! Ишь, как барина повело праведники! И посоха не захотел, щепотник, возопил кобелина. Лопарев корчился, мотался головой по траве, изнемогая от ярости. Если бы не путая да шашку во руки, рубил бы он этих космачей до света представления. — Эй вы, как вас, не знаю! Кто вы? Какая ваша вера? Не хочу знать, слышите! К черту вашу веру! Вместе с вашим стариком и с его посохом! К черту! Лорион опять начал пинать, приговаривая. Не паскудь, праведников, не паскудь! Сирич духовника, благостного батюшку Филарета! Не паскудь, не паскудь! Лопарев стонал, ругался, грыз зубами землю. — Праведники покатывались! Как вопиетта! Как вопиетта, барин чистенький! Собаки, космачи! Мы тебе покажем, собак, погоди! Отведите меня в деревню, слышите? Сдайте старости или кому там, чтоб в тюрьму отправили, в тюрьму, на каторгу, слышите? Пустите меня на каторгу! — Ха-ха! Как вопиетта! В тюрьму захотел, кобелина, на каторгу захотел! Ишь, как отрыгнул нашу праведную веру, а? Ишь, объявился пустынником! — Не пустынник я, а не пустынник! Апостол Павел торжествовал. — Слышите, праведники? Отрекся, иуда! — Я не называл себя пустынником, не называл! Я снял тот пачпорт с березы, рваные те бумажки, и вы сами вопили чудо-чудо! А чуда не было! И кобылицу с жеребенком сам Филарет объявил чудом! Не я же! Что вы меня терзаете? За что? Отведите меня в деревню, говорю, и сдайте власти! Пусть на каторгу отправят! Ишь, как шибко захотел на каторгу, надрывали животы Иисусовой праведники! От веры-то нашей от Христа Спасителя, да на каторгу захотел! Сказано, щепотник поганый, так и есть! Лопарев кричал и умолял, чтоб отвели его в любую деревню, хоть бы вытолкали на тракт и сдали кому угодно, как беглого каторжника, но праведники потешались. Вопи, барин! Апостол Павел наказал. Барин-то покрепше завязать надо, и ноги скрутить, чтоб не встал, не сел. За что? За что? По какому праву, спрашиваю? Апостол Павел ответил. Еретика, сирич того щепотника, огнем жечь можем. А право у нас и власть от Царя Всевышнего и от Сына Божьего Иисуса. Во какое право! Как Бог повелел изничтожать еретиков, так и делавершим. Аминь! Лежи, барин, тихо! Утри покажешь нам, на каком месте Бог послал тебе кобылицу с жеребенком. Да что, я там памятник поставил, что ли? Огрызнулся, Лопарев. Откуда я знаю, где она появилась? Ежели не укажешь, место лупить будем. Ребра ломать будем. О, простонал Лопарев. Вот так крепость Филаретова, вот так многомилостивый батюшка Филарет, вот так умильная любовь отца к сыну. И вдруг вспомнил. Не за то ли мстит мне Филарет, что отца его будто бы насмерть прибил мой дед? Да было ли то? И проклял вековечную барщину и крепостную неволю. За что же он должен страдать, внук крепостника полковника? Да когда же настанет на Святой Руси конец несносной тирании? Или так, навеки вечные. Холопы под барином, барин под царем, царь под богом. И деться от этой неволи некуда. Вопи, вопи, ведьма, рыкал Филарет. Но как вопить ведьме, коль кляв во рту? Вопи, вопи, змеище стохвостая, поддаковал апостол Андрей. Калистрат невольно залюбовался телом Ефимии. Какая же она дивная красавица. И тут же прикусил язык вдруг про тайную мысль проведает духовник. Свят, свят, спаси меня, крестился Калистрат, уставясь на железную печку. В избе и без того жарко, душно, а тут еще печка гудит. Апостолы терпят привычно. За господа бога какую муку не примешь, только бы душеньку определить в рай небесный. — Топерче слушай, ехидно! — поднялся Филарет и стукнул посохом, ком земли вывернул. — Ежели погаными устами будешь порочить духовника, али моих пресвятых апостолов, вырвем язык щипцами, а потом жечь и будем. — Реченья поганые не веди, отвечай на судный спрос. — Вынь, кляп, праведник Ксенофон. — Да гляди, змеище! Ксенофонт вынул кляп и брезгливо бросил под голые ноги Ефимии. Ефимию вздохнуло во всю грудь, глаза как в туман укутанные, видит и не видит праведников Иисусовых. — Сказывай, какой сговор был в избе у Третьяка на третьей неделе после Пасхи? — Не ведаю, батюшка. — Врешь, тварь ползучая, на том сговоре ты была и все знаешь. Глаголь, кто был на сговоре? Третьяк, Микула, Данила Шелудивый, а еще кто? У Калистрата вот таких вопросов в горле лед и сердце захолонуло. — Спасимя Иисусе Христе, — молился он, — обед наложу на себя, от гордыни отрекусь, от блуда, к церкви православной возвернусь, Господь. Филарет готов был пронзить Ефимию посохом, но сдержался. Если Ефимий не признается, беда будет, не вырвешь язык самому Калистрату. — Сказывай, Ефимия, молю тебя, сказывай, — голос Филарета дрогнул. — Ты не мужчина, не пустынница, вины твоей нету в том сговоре. Перед спасителем божусь, благость будет, и ты станешь жить. Хожь из общины уходи, хожь сама по себе живи, воля твоя будет. Помоги мне крепость утвердить всю, и дам тебе спасение, так или апостолы. Апостолы, кроме Калистрата и Иона, гаркнули. — Спасена будет грех проститься. Слышь, Ефимия? — Слышу, — тихо ответила Ефимия. И встретилась с глазами апостола Калистрата. Вот он, апостол, блудливый и хитрый, виляющий хвостом на две стороны, и нам, и вам. Но какой же он трусливый пес, что он так остолбенело уставился на нее, молит, чтоб жизнью своею спасла его жизнь. Богородица Пречистая, помоги мне. Назвать или умолчать? Если назвать, не жить всем юскованным. Не жить хитрому и хозяйственному дяде Третьяку, кутузовскому солдату, заговорщику, с кем делилась в тайне и горем и радостью. Назвать, утвердить Филаретову крепость, крепость мучителя, тяжкую, свирепую, без единого просвета радость. — Еще один был сговор главный, — напомнил Филаретов. А после того, как Акулину-блудницу на тайном спросе пытали, а потом посадили в яму. У Третьяка в избе, ночью, в дождь, собрались еретики. Микула, Третьяк, Михайло, и ты была там. А кроме того, Триверижника и апостол с ними. Тот апостол сказывал, — вырвем у Филарета крест золотой и чресельник отберем. Хозяйством править будешь ты, Третьяк, а я буду духовником, назови который апостол. Жить будешь, аминь. Аминь, аминь, — откликнулись перепуганные апостолы. Тимофея и Ксенофонта била лихорадка, а вдруг Ефимия назовет кого-нибудь из них. Калистрат вылупил черные цыганские глаза, а зубы унять не мог стучали. По спине холод, а по лицу дождь. С бровей, с бороды соль капает. Настала тягостная, жуткая минута. Апостолы примолкли на судной лавке, а глазами так и впились в Ефимию. Знали, баба не сдюжит пытки и кого-то из них назовет. Тогда на костылях повиснет кто-то из апостолов. Кто же, кто? И сам Филарет волновался другого судного спроса не свершить, если Ефимия не назовет апостола. Чего доброго калистратушке упитанному борову доведется носить крест золотой? Тот самый крест, у которого на коленях стояли сам осударь Петр Федорович, хлопуша, кривой глаз и просковьюшка покойная. Иисусе Христе, развяжи язык, тварь и ползучий, молился Филарет. Сгинет крепость твоя, Господи, если останется в живых Иуда калистра. Филарет еще раз напомнил. На том сговоре апостол-еретик сказал, Филарета убить надо, и Ларивона убить, и Макея так же. Третьяк и Микула так же глаголали убить. И тут раздался твой голос, Филарета убивать не надо, и Ларивона, и Макея убивать не надо. Потому смертью смерть не правят. Надо порушить крепость, а Филарет пусть живет и помрет своей смертью. Глаголило так или нет? Тишина. Слышно, как пощелкивают дрова в печке, и как тяжко сопят взмокшие апостолы. Голос Ефимии прозвучал, как гроза с чистого неба. Говорило так. У калистратушки будто оборвалось сердце, и он едва не потерял сознание. Слава Иисусе Христе! Воспрял Филарет. Ефимия разомкнула уста. Говорило так, повторила Ефимия. Потому крепость твоя чуждая, не божеская, а сатанинская. От гордыни то, от злого сердца то, а не от Бога. Господь не заповедовал терзать людей, жечь огнем, рвать тело железом. Господь заповедовал. Милосердие и любовь. Где оно, милосердия, нету. Крепость однолютая. От такой крепости дух каменеет. Молчи, тварь, подскочил Филарет и ударил тупым концом посоха Ефимию по голове. Крепость наша навеки вечна и ехидна. Не разумея, что сатанок кругом рыщет, погибели наши ищет, не будет крепости старой веры, сгинем, якотвари ползучие. Али не говорил спаситель, если рука или нога твоя соблазняет тебя, цики и брось, лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, чем вдва в гиену огненную. Так же откликнулись апостолы. Ефимия не удержалась, напомнила. И любите врагов наших, благословляйте проклинающих вас. Тварь, тварь, писание толкуешь, а ересь хвостом покрываешь. Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, дерзайте плоть свою и спасены будете. Али не говорил спаситель, всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь? Не принимаю то, батюшка, не принимаю. В писании апостолов блуда много, скверны много. Филарет испуганно попятился. Еретичка, замкни уши мои Иисусе Христе, чтобы не слышать скверны еретички, Господи. Ведьма, ведьма, трясся ксенофон. Филарет перевел дух, выпил кружку воды и опять приступил к Ефимии. Глагол твой, паскудница, в землю ушел. Праведников с веры не совратишь. Не богохульствуй боли, а глаголь апостола, и я повелю, чтобы развязали тебя. Ефимия молчала. Назвать апостола, укрепить крепость Филарета. Крепость мучителя. Пусть не она, другие будут мучиться. Не о глаголю, батюшка. Крепость твою. Отринула. Людей жалею. Каких ты мучаешь? Праведник Андрей. Сунь клюшкой в титьку. Андрей схватился было за железную рукоятку клюшки и тут же отдернул руку, обжегся. Прихватил тряпку и вынул раскаленную клюшку из печки. Матерь Божья, спаси мя! Успела крикнуть Ефимия, как праведник Андрей сунул клюшкой в грудь. Тело Ефимии передернулось, вырвался тяжкий стон, и голова свесилась к плечу. Сознание лишилось. Вопи, вопи, ведьма! Прицикнул Филарет. Он терпеть не мог, когда пытаемый не вопил бы, во всю глотку не извивался бы, как веревка, кинутая на быстрое течение воды. Вопи, вопи, Ехидна! Андрей, плесни воды в лицо. От кружки холодной воды Ефимия очнулась. Батюшка, батюшка! Прерывисто заговорила она. Твой сын, Макей, муж мой, пять годов. Не муж, не муж! Опеленала ты его, ведьма, сатанинскими чарами, да и в искус ввела. Грех свой, Макей, искупит, Бог даст. Покаянием, родением. Искупит, искупит, отозвались ксенофон Тимофей и Андрей. Калистрат по-прежнему молчал. Оглаголь апостола Ехидна требовал Филарет. На судное моленье выставим. Оглаголь! Ефимия глубоко вздохнула. Не будет того, не будет. Судное моленье, сатанинский вертеп, небожеский. И ты, ты, сатано! Жги ее, жги, Андрей! Клюшка прильнула ко второй груди Ефимии. Вопи, вопи! Сатано, ты, сатано! Сынок у меня, веденее, я его народила. Я ему все поведала про твою лютость, сатано! Как вырастет, проклянет кости твои, сатанинские! На свете черви тебя будут точить, проклинать тебя будут живые и мертвые, сатано! Веденей-ка, сынок мой, прокляни его до седьмого колена! Филарет подскочил на чурки, сел опять, вскочил и посох выронил из рук. Сам о том не раздумал. Изничтожишь еретичку, а сбежишь... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Филарет поднял крест. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Проткнет тебя чрево, проткнет Гляди, гляди на апостола На посох праведник-калистратушка сверши волю Господню Да наперед глаза выткни ведьме, чтобы нечистый через глаза не зрил свой смертный час и порчу бы не навел на пастырский посох На, 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 а вы, святые праведники, сядьте на лавку, отдохните Апостолы рады были перевести дух «На, посох, на! Чё, узрился на меня!» И тут случилось то, чего никто ожидать не мог, и вместе с тем неизбежное. Калистрат не взял, а вырвал посох из рук Филарета, и, отскочив на два шага, неистово крикнул «Сатано! Сатано, зрю! Рога, зрю!» И не успел Филарет опомниться, как Калистрат изо всей силы ударил его по голове, да еще раз, и посох переломился надвое. Старица прокинулся наземь, как поганое ведро. Апостолы повскакивали с лавки, но Калистрат вдруг выхватил нож из-под рубаки и гаркнул «На колени! Собаки! На колени!» Апостолы собаки попадали на колени. Без языкова Иону хватил удар, сдох в секунду. В духовника бес вселился, аль не зрели? Подступил к апостолам Калистрат, вооруженный ножом и половинкой посоха. «Видели рога, сказывайте! Видели, как я сбил рога! Или смерть вам, как нечестивцам!» Первый опомнился праведник Ксенофонт, душитель Веденейки. «Зрил рога, батюшка Калистрат! Зрил, зрил! На лбу у Филарета явственно! А ты, Тимофей, зрил-зрил, батюшка Калистрат! А ты, Андрей, зрил-зрил! Проступили рога-то, проступили! Теперь же ты, батюшка Калистрат, отец наш духовный, нетленный, благостный! Спаси нас от погибели!» Калистрат того и ждал. Отныне он, отец духовный, благостный и нетленный. Сами крест золотой с нечестивца, праведник Андрей, мудрый и благостный апостол! «Аль помрачнеет крест на шее нечестивца, и всем пропадать тогда!» «Иисусе Христе, спаси нас!» — молились апостолы. Калистрат предусмотрительно отступил на шаг в сторону Ефимии. Андрей на коленях подполз к Филарету и трясущимися руками взялся за литую золотую цепь, чтобы снять крест. Филарет очнулся и схватил апостола за руки. «Батюшка Калистрат, помоги! Апостолы, вяжите нечестивца Филарета! Живо, живо!» И опять нож Калистрата, угрожающе поднялся над головой. Трое апостолов навалились на Филарета и содрали с шеи крест. Филарет изрыгал проклятие, грозился гиеной огненной. Апостолы моментально заткнули ему рот тряпками, содранной с Ефимией. Потом развязали Ефимию и теми же веревками стянули отца вечного и нетленного, хотя он и отчаянно сопротивлялся. Ефимия упала и поползла возле стены к лежанке Филарета, где под подушками покоилось тело уменьшевленного веденейки. Схватила сына на руки, прижала к своей прожженной груди и ревела в голос. Калистрату и апостолам не до Ефимии. Из пораненной головы Филарета текла кровь. «Зрите, апостолы, зрите! Кровь-то черная!» Подсказал Калистрат, и апостолы в один голос подтвердили, что у нечестивца Филарета кровь чернее смолы. «Одолел сатано, старца одолел!» Наступал Калистрат, покуда апостолы не пришли в память, да не кинулись в двери, чтобы призвать. На помощь свирепых верижников надо спешить. «Кто повелел удушить апостола Митрофана?» «Сатано, сатано, повелел!» «Филарета Каянный», — ответил Тимофей, самый близкий пустынник Филарета, и он же душитель Митрофана. «Возомнил себя Иисусом!» «Так ли было?» «Так, так, батюшка Калистрат!» «Кто погубил праведника Елисея?» «Кто повелел сжечь ему брюхо, а потом на крест повязать?» «Сказывайте!» «Филарет погубил нечестивец поганый», — старался апостол Ксенофон, душитель веденейки. «Через свою гордыню, паки, через нечистого!» «Так, Аксенофон, так, а!» Апостолы, в отличие от Ефимии, оказались на редкость сговорчивыми и податливыми, что воск в теплых руках. Андрей держал золотой крест обеими руками, не зная, что с ним делать, положить ли на стол или повесить на шею Калистрата. «Спаси нас, батюшка Калистрат!» взмолился богоугодный Ксенофон, отвешивая поклоны. «Спаси нас, отринять нечестивца, сирич зверя лютого!» «Ты наш духовник!» «Переподаю к твоим стопам, якоправедным!» «Воспоем, аллилую, отцу нашему духовному батюшке Калистрату!» На коленях воспели аллилую, не позабыв проклясть искусителя Филарета, погрязшего в лютости. «Еще скажу», — подступил к апостолам Калистрат, «не будет нам спасения, коль нет, берем ружья и рогатины от верижников. От них вся лютость, на них стояла крепость душителя, так ли? Так, батюшка Калистрат, так!» «Ты, Ксенофон, реченья будешь вести к верижникам, и благодать будет тебе. Ружья и рогатины не вериги. Потому Филарет повелел взять ружья пустынникам в поморье, нет доброходства, а от соблазна гордыни, какая обуяла старца. Нет того ли, братья Филипп наш, строжайший сообщиною праведников, огнем пожгли себя, нет того ли Митрофана удушили? Нет того ли, старец, напустил на нас туман, и мы не зрели небо, Иисуса Господа Бога, а пребывали в забвении, в лютости? «Все, все от старца Филарета, и пусть он будет проклят! Удушить Иуду!» — проверещал апостол Тимофей, и даже сам Калистрат перепугался. «Легко сказать, удушить Филарета, старейшего духовника церковного собора. Смуте быть тогда, и мне должно беда будет!» Али ножом пырнут верижники, али мешок на голову накинут. И, кстати, вспомнил слова Ефимии, «Смертью смерть неправит». Калистрат откинул обломок кипарисового посоха, засунул нож за пояс, спросил, «Духовник ли я, ваш праведники? Духовник, духовник!» «Когда клянитесь спасением своим, Иисусом многомилостивым, что будем вы и я одна душа!» «Сатану мог погубить всех, да я посохом сбил рога с головы нечестивца!» «Еще скажу, лютый зверь хотел погубить благостную Ефимию, которую почитает вся община!» «Не еретичка она, праведница! Праведница, праведница!» «Жить ей веки вечные! Жить, жить, жить!» — орали мучители Ефимии. «Если бы могла Ефимия взглянуть на апостолов, что она сказала бы им убийцам Веденейки!» «Не Калистрат ли с Тимофеем принесли Веденейку из избы Лоривона?» «Не Ксенофонт ли с тем же Тимофеем удушили парнишку волосяной подушкой?» «И вот убийцы избрали себе нового духовника, надели ему на шею четырехфунтовый золотой крест, клялись перед иконами, что будут все они как одно тело и одна душа, и трижды прокляли Филарета, чью волю и слово недавно почитали превыше воли самого Господа Бога». Связанного по рукам и ногам Филарета запихали под стол, где он сопел и рычал, как издыхающий зверь. Ефимия заливалась слезами над телом Веденейки, не чувствуя боли, пожженного тела, ни раны от посоха на плече. «Поторка ли Иону?» — не отзывается. Старикашка не выдержал ударов посохом по святой голове Филарета. Слыхано ли, видно ли? — самого духовника. «Сохшиеся от постов и родений тела Ионы положили на судную лавку, сложили праведнику руки, заскорузлые от грязи. Иона никогда не мылся, такую наложил на себя и пятимью. И вложили в мертвые пальцы восковую толстую свечку. Представился апостол». Калистрат вспомнил и про Лопарева. Кандальник спасения искал у нас. А где он теперь? В степь повели пытать? Виданы ли святотатства братья? Озверело зверяло зверяло.